Люди верят в шар, то есть вы живёте на шаре, то есть то, 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 хрену чё знает где-то, да? Прекрасно, вот вы знаете, да, улицу свою? Делаете круг, да? Потом из круга сделаете шар. Да! Вот так вот этот шар, там, 3D-модель, да, и вот так, берите, ходите по улице, по вот этой улице, и смотрите, на какой вы точке шара. Охренеть, а представьте, что вот эта улица ваша, это шар. Да, теперь представьте, вот вы ходите, да, по городам, да? Вы представляете, что вы ходите по огонному шару, это же пиздец, какие у нас были ебануты, чтобы верить в это дерьмо. Чуваки, выходите, вы посмотрите по сторонам. Вы чё, на шаре живёте, что ли? Вы живёте на плоскости. Вы чё, на шаре живёте, что ли? Вы живёте на плоскости. Это просто капец. Вот представьте себе, более 30 лет я занимаюсь спутниковым телевидением. Установил многие тысячи систем, причём в разных странах, как на западе, в Германии, Польше, так и восточной, вплоть до Москвы, и, конечно, южнее и севернее. Так сказать, несу радость людям в дом. Физически понимаю и знаю всё, как на самом деле функционирует. А тут сползают с пальмы некие приматы и рассказывают мне, что всё это не существует, а спутники вообще. Это не спутники, а просто передатчики, которые висят на дирижаблях или прибиты гвоздями к куполу, или шурупами прикручены. И висят эти дирижабли невысоко, так как купол мешает подняться выше. С космодромов запускают просто некие болванки, которые топят в мировом океане. Правда, при этом никаких доказательств не предоставляется, только теоретический бред от некой обезьяны. Но зато даже при наличии реальных фактов и доказательств с окружающей жизни, они воспринимают только как нарисованную 3D графику, ну или фотошоп. Так вот, чтобы мой показ не выглядел как нарисованная графика и, о ужас, как фотошоп, то решил всё показать визуально. Реальная визуализация в 3D. Вот собрал вам макет целый и настоящий земной системы и спутников. Вот это у нас сфера, полусфера, это земной шар. Нам нужна только северная широта, поэтому наполовину до экватора. По экватору как раз висят спутники на геостационарной орбите. И вот нам будет визуально всё прекрасно видно. Вот это я сориентировал сразу спутники какие. И самые актуальные, ну из них, самые актуальные, это вот 0.4 Amos, 0.5 Astra, как сейчас называется раньше бывший Sirius. Это 13 градусов Востока Hotbird, 36, всем известный NTV Plus с триколором, ну 53 это так себе, чисто для заполнения. Заполнение 75 градусов Востока, неплохой спутник, 90 тоже, но вот эти, например, для нас уже практически недосягаемы. Ещё для Москвы, значит вот здесь нахожусь я, на 52 градуса северной широты и 23,7 градуса восточной долготы. Вот Москва, она несколько восточнее на 1000 километров и получается, что она на 56 градусах северной широты и чуть выше, на 37 восточной долготы. Вот это Мурманск, он значительно выше, это одна из крайних точек севера Обжитова, дальше можно ещё подниматься, но это дальше. Вот это у нас Байкал, озеро Байкал, это где-то 105 градусов. Ну тут я ещё Хабаровский край зацепил, 140 градусов Востока и 160 градусов Востока Камчатский край, вот крайние точки. Дальше лезть уже некуда, потому что уже дальше туда Америка идёт, американские спутники, нас это не интересует и мы их никак с вами не поймаем. Почему объясняют дальше? От зарождения спутникового телевидения, сперва, как я вам говорил, были антенны-параболы. Но они очень неудобны в своём конструктиве, так как смотрят прямо на спутник, вот если мы смотрим, например, вот у нас перпендикуляр, а это горизонт. И спутники, вот например, если на 36 градусов мне настраивать, то она смотрит больше, чем на 30 градусов от горизонта. И выходит, что она будет вот смотреть вот так, что соответственно очень много занимает места, сюда попадает снег, вода, в общем, всё неудобно. Крепление стеновое, очень сложно делать. Вот из-за этого стали делать вот такие тарелки, оффсетные, со смещённым центром фокуса. В итоге получается, что вот если это у нас перпендикуляр, а это у нас горизонт, то она примерно вот так становится. По сравнению с этим совсем другое дело. И опять же, правда, это зависит от местоположения. Если мы находимся на экваторе или где-то южнее, вот например, от меня, то чем южнее мы находимся, тем тарелка поднимается выше. Вот так вот ложится. И вот если, например, мы заедем в Конго, ну, Южная Африка, и вот, например, встанем над этим спутником строго подо мной, то есть строго вот от меня на юг, и доезжаем до Конго, долетаем, как угодно. То тарелочки там стоят вот так. Правда, конечно, если настраивать, например, уже сюда, то она будет вот так, сюда ещё больше. Но факт то, что западает она, и именно ложится на спину, вот таким образом, фактически лёжа. И только вот сюда, восточней, или западней сюда будет поворачивать. И здесь же, когда мы расположены вот в самых таких активных областях, типа, где я нахожусь, и, например, Москва, то эти тарелки, они стоят, и никому особо не мешают. И уже, если, вот, например, с Москвы строго перпендикуляр идёт на 36 градусов, Евтелсад, НТВ-шный спутник, то дальше, если мы поворачиваем, например, на 75 градусов, то её надо будет, если она на поворотке, вот полярная подвеска, как я объяснял, то она будет вот так вот ложиться. И дальше ещё 90 градусов зацепит, и 105 градусов зацепит, и уже будет совсем лежать почти. Вот. А когда уже сюда, на запад, то она будет вот так ложиться. И вот так. Но, если у нас фиксированные крепления, и только, например, на 75 градусов мы ставим тарелку, просто поворачиваем, то мы её не положим, крепление не даст. Поэтому, если вы замечали, то на некоторых тарелках конвертор, он несколько повернут сюда. А когда он смотрит больше на запад, то, наоборот, против часовой стрелки. Всё из-за чего, потому что спутники, находясь на экваторе по гистационарной орбите, и из-за круглости Земли выходит, что они с этой точки для нас находятся в наклоне. А так как у нас вертикальная и горизонтальная поляризация, и если мы, например, горизонтальную поляризацию будем пытаться ловить несколько с наклоном, то у нас теряется сигнал. Соответственно, надо обязательно, чтобы конвертер стоял строго горизонтально или строго вертикально. Поэтому и корректируется. Раз мы повернули тарелку, и она стоит прямо, то надо повернуть конвертер. Чем дальше, тем больше. В конечном итоге, если мы ещё можем поймать вот те спутники, например, дальше уже мы не сможем. Например, от меня уже 90 проблем взять спутник, потому что уже из-за того, что выпуклость Земли, поверхности, мы уже эти спутники видим на горизонте. То есть, вот если здесь находится где-то так над горизонтом, мы видим вот от моего места больше, чем на 30 градусов, то чем дальше мы идём на спутники, вот восточнее, тем больше тарелка ложится. И в конечном итоге, где-то вот на 90-100 градусах, мы уже находимся на горизонте. и если вот неровная поверхность, там какие-то деревья, здания и там подобные, или где-то на низине находятся, то уже словить эти спутники проблематично. Ещё вот этот, по крайней мере, градусов 10-12, ещё как-то его можно вылавливать. А вот с Москвы уже будет легче. Опять же, если брать территорию Байкала, вот, Байкальский округ, вот, то здесь то же самое. Он примерно по широте одинаково будет с нами. И тоже вот для Байкала 105 градусов будет вот так. А уже, если из Байкала смотреть 36 градусов, то уже еле-еле мы до него добираемся. а вот эти спутники с Байкала уже вообще не ловятся. Ну, ещё, правда, чувствительность важна и покрытие, потому что каждый спутник покрывает определённую часть поверхности. И, конечно, если спутник находится, ну, пускай, например, 13 градусов, ход гюрт, вот он покрывает вот так вот пятно. И дальше уже он всё равно не покроет, потому что уже находится за сферой. и к тому же чувствительность тоже теряется. И дальше смотрим. Если вот мы, например, смотрим из Мурманска, вот я взял точку одну из самых северных, можем ещё двигаться дальше по северу, то получается, что с Мурманска у нас тарелка уже будет вот так наклонена. И уже для Мурманска по горизонту даже вот этих 36 градусов будет гораздо ниже, чем если мы смотрим с Москвы. То есть вот так вот получается. Чем южнее, тем вот у нас, например, вот так юг, а так у нас север. и вот здесь, например, я, вот как здесь находимся посередине, то тарелка будет так. Как только мы идём дальше на юг, к самому экватору, то тарелка так ляжет. Где-то вот здесь она вот примерно выравнивается и уже ближе к Мурманску она вот так будет находиться. И дальше к северному полюсу, чем ближе, тем она будет больше, больше, но далеко мы тоже не зайдём за северный полюс, так как уже тоже теряется всё в горизонт, опять же из-за шарообразности и мы уже не можем поймать никакой спутник. Только если находимся на какой-нибудь высоте достаточно высокой, там километры какая-нибудь гора, ставится туда тарелка и вот кстати можете узнать даже, что северные ребята, которые там находятся пытаются вылавливать все эти прелести спутниковые и не получается, то есть приходится ухищряться. И вот если мы находимся на Дальнем Востоке, то есть 140-160 градусов, то вот Америку мы уже можем вылавливать, потому что она находится туда дальше, а вот наши спутники, точнее русскоязычные, вот еще 75 градусов со 160 еще можно наверное схватить и со 140 градусов, а уже дальше отсюда уже ничего, вот например эти спутники все отсюда недоступны, из-за чего? Потому что Земля круглая. То же самое и здесь, как я вам уже сказал, что до сих пор я еще могу ловить, а дальше уже беда и проблема. хотя по идее 36 тысяч километров, да, я не сказал, что вот у нас 12 с половиной тысяч километров диаметр Земли и 36 тысяч километров вот раз, два, три, почти три диаметра планеты. Перед тем, как вынести окончательный вердикт плоскому дну и забить его гвоздями, пройдусь по квакающему болоту предводителей секты плоской земли. Тех, кто меня знает, тот в курсе, что я сам ярый альтернативщик и сам большинстве не согласен с многими законами физики, политики и галтелого обмана, особенно виртуального. Об этом я уже почти три года рассказываю на своем канале. У меня огромнейший практически багаж знаний и опыта по электронике, технике и биоэнергетике. И кто следит за моими выпусками, знает, что я все свои претензии и разоблачения аргументирую, подтверждая фактами и практическими примерами. Пока меня еще никто не смог и провернуть или уличить в неком обмане. И, конечно, хомообразные, отвечающие сам дурак, тут не в счет. Мало того, я ничего и никогда не принимаю на веру, если, конечно, ситуация не очевидна, но и не полезу туда, где нахожусь не в теме. А вот всякие человекоподобные блогеры в кавычках, типа Грешника, Германи, Кусас, Котлярова, Осенцева, Тимовского, да, примкнувшего Панова. Еще хочу особо подчеркнуть основатель плоской земли в Украине Маклакова и многих других просто на невежестве хомо-планктона пытается тупо подзаработать. Другое дело, что не очень-то получается загребать лопатами, как этого ублюдков. Ничего личного, просто бизнес. Ничего личного, просто бизнес. Там все очень печально и прямолинейно. Отроди нашли свою нишу в переработанном человеческом гумусе и просто собирают урожай из биомассы для пополнения своего кармана. Весь смысл плоскозатых заводил это побольше намутить зловонный коктейль и напоить этой бурдой случайно или уже подсевшего на наркоту клиента. Эти мошенники не утруждают себя реальными доказательствами. Обычно это некие левые фейковые ссылки на скрины или тексты, которые в подавляющем большинстве являются вбросами на ресурсах интернета. Содержание явно попахивает гнилью. А некие жалкие потуги их личных телодвижений на поверку оказываются или подтасовкой, или личной тормознутостью в теме. Например, как можно относиться к заявлению, дескать, в Арктику никого не пускают, видно что-то скрывают, там точно прячут от нас край плоской земли. Действует основа принципа шарлатана, главное прокукарекать, а там хоть не расцветай, осадочек обязательно останется. Ведь в подавляющем большинстве стада прикормленных баранов все примет за чистую монету хором блея про мировые заговоры и глобальный обман. Да, единственное, в чем они правы, на самом деле, мы живем в мире лжи. Нам сочинили искусственную историю, нам навязали теоретические и физические законы, под которые подводят черту маразма, нас пытаются опустить до уровня биомассы, но дело в том, что все эти предводители секты плоского дна дуют в ту же дудку. Ну что же, переходим к крончательной третьей части. ДИДИТУМБА 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 Редактор субтитров А.Семкин